Молитва, дуа, как мы уже обсуждали, является ключевым актом поклонения, который Всевышний Аллах не только любит, но и ожидает от нас, Его рабов. Среди всех Его рабов, Он особенно любит того, кто не устает стучаться в дверь, искренне молясь и прося. И верь мне, для тех, кто не перестает обращаться с просьбами, эта дверь непременно распахнется, и их желания будут исполнены. Клянусь Аллахом, продолжая искренне обращаться к Нему, мы найдем Его милосердие гораздо обширнее, чем любовь земной матери. Таким образом, упорство в молитве и дуа открывает двери к желаемому. Молись и произноси дуа регулярно, но помни, что спешка здесь неуместна, как мы убедились из предыдущих уроков. Сегодня я расскажу тебе о вещах, которые помогут тебе сделать так, чтобы твои мольбы были услышаны. Например, Аль-Хаби'а. Что это такое? Аль-Хаби'а – это доброе дело, делая которое ты искренен с Аллахом. Всемогущий Аллах – тот, кто знает твои тайны, и тот, кто знает, в чем заключается твое спасение. Стремись к тому, чтобы между тобой и Аллахом было определенное действие, о котором не знает никто, кроме Него. И когда тебе понадобится помощь от твоего Господа, приблизься к Нему через это действие. Как приблизиться к Богу? Сказать, «О Аллах! О Господь! Я сделал то-то и то-то». Говори свою Аль-Хаби'а, которая скрыта в твоем сердце. Например, есть сирота, о котором ты позаботился. Тогда скажи, «О Аллах! О Господь! Я позаботился о таком-то сироте, и ты знаешь, какое у меня было намерение, и то, что я много работал, чтобы это дело было искренним и посвященным тебе. О Аллах! О Господь! Если это дело искренне ради Тебя, освободи меня от одной из тягот, которые меня обременяют. Пусть в твоем сердце расцветает вера во Всемогущего Аллаха. Доверься Аллаху, и ты будешь щедро вознагражден. Ведь Всемогущий Аллах обладает безграничной щедростью. Когда ты обращаешься к Нему, ты не просто стучишься в дверь, ты обращаешься к Наищедрейшему, к тому, кто способен даровать тебе все, чего ты лишь пожелаешь. Продолжай стучаться, молиться, и тебе будет дан ответ и награда. Иди на встречу с Аллахом через добрые поступки. Помни о Нем во времена благополучия, и когда придут испытания, ты обнаружишь, что Всемогущий Аллах рядом с тобой. Он обещал, я буду таким, каким считает меня мой слуга. И я с Ним, когда Он вспоминает обо мне. Если Он вспоминает обо мне в уединении, я вспоминаю о Нем в себе. Также держи в сердце Аллаха, признавай Его величие и приближайся к Нему. И ты увидишь, что щедрость нашего Господа безгранична, гораздо превосходящее все, что мы можем себе представить. Да воздаст вам Аллах благом!